Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. И сегодня я предлагаю вам ознакомиться с интереснейшей и познавательной статьей под названием Происхождение Земли. Статья разделена на 6 частей. Первая часть это появление Земли. Вторая часть осадочный чехол. Третья часть осадочный чехол биогены. Четвертая эрозия осадочного чехла. Пятая магматические факты. И шестая астрономические факты. Сразу скажу то, что вся статья отличается от официальной точки зрения о происхождении нашей планеты. А если точнее, то в корне отличается. Но также во всех частях мы узнаем очень много нового, как с научной точки зрения, так и с альтернативной. Поверьте, статья очень интересная, дорогие друзья. Затрагивает очень большую область о строении нашей планеты. Так что я думаю, вам это будет и мне очень полезно. Хотя, как я и говорил уже, это лишь гипотеза и новый взгляд о строении нашей планеты. Поэтому эта статья и интересна. Ну а мы давайте приступим к прочтению этой интереснейшей статьи. Происхождение Земли. Часть первая. Появление Земли. Чтобы отыскать истину, верное представление о реальности, надо пытаться увидеть причины наблюдаемых фактов. Наблюдаемые факты. Факт номер один. Континент. На одной третьей поверхности Земли есть континенты. На двух третьих поверхности Земли континентов нет. Почему их нет на двух третьих поверхностях? Их там никогда не было? Или они куда-то делись? Куда они делись? Какая причина нужна, чтобы континенты толщиной в 35 километров исчезли с поверхности Земли? Факт номер два. Дрейф континентов. Прошла сотня лет с того момента, как метеоролог Альфред Вегенер заметил, что линии континентов совпадают. Предположил дрейф в части одного когда-то континента. Геологи не приняли его идею всерьез, потому что он не смог объяснить механизм дрейфа. Когда с военными целями были сделаны карты дна Атлантического океана, геологи увидели срединно-океанические хребты. Появились объяснения, спрединг и теория тектоника плит. Дали название континенту до дрейфа Пангея. Придумали причину дрейфа магматические плюмы. Но истинную причину дрейфа так и не прозрели. Факт номер три. Дно океана. Поверхность всех континентов Земли когда-то была дном океана. На всех континентах есть отложения осадков, которые формируются в водной среде слоями. На всех континентах есть мощный слой известняка, который формируется на дне глубоководного моря и является продуктом жизнедеятельности организмов. Почему дно моря стало сушей? Почему все континенты стали сушей? Куда делся такой огромный объем воды? Какая причина нужна, чтобы осушить все континенты на Земле? И если дном моря были такие высокие горы Земли, как Тибет, то была ли на Земле суша? А если суши не было, то где обитали сухопутные организмы? Ведь по современной геохронологии сухопутные организмы появились раньше мелового периода. Где они жили? На какой суши? Факт номер 4. Эрозия континента. Атмосферные осадки приводят к эрозии поверхности континента. Посчитан и опубликован твердый вынос. Рек. Научный факт. Посчитан и опубликован объем каждого континента. Научный факт. Если просуммировать весь твердый вынос, проясняется истина. На полную эрозию всех земных континентов до уровня океана надо всего 15 миллионов лет. Ума заключения из научных фактов на основе формальной логики. Эрозия континентов началась тогда, когда континенты перестали быть дном моря и стали сушей. Если осталось так мало, сколько же времени прошло от начала эрозии? И что стало причиной осушения континентов? Покажу свою версию одной общей причины для всех наблюдаемых фактов. 1. Разрушение древней планеты. Аббревиатура ДП. Древняя планета. Планета Земля появилась из большого размера по причине планетарной катастрофы. Попав в сильное гравитационное поле газового гиганта, древняя планета разломилась пополам. Земля и Венера составляют 86,8 от массы древней планеты. Остальные планеты земной группы мелкие обломки древней планеты составляют 13,2% от массы разрушенной планеты. Номер один древняя планета и 25 крупнейших ее обломков. Как видим здесь Земля, Венера, Марс, Меркурий, Ганимет, Титан и остальные. Древнюю планету покрывал чехол из осадочных пород толщиной несколько километров. Результат подводных вулканических извержений. 16,5% этого чехла на гранитной подложке толщиной в 35 километров досталось Земле. Фото номер два. Часть коры древней планеты, доставшаяся Земле. Диаметр планеты. Диаметр планеты уменьшился с 16,939 километров древняя планета до 12,749 километров земля, что привело к деформации осадочного чехла на гранитной подложке. Он треснул и разошелся в процессе дрейфа по базальтовой магме. Фото номер три. Дрейф расколотой горы древней планеты на Земле. Единый ранее чехол образовал континенты на поверхности Земли. Фото номер четыре. Кора древней планеты, континенты Земли. То, что было дном глубокого океана на древней планете миллионы лет, тала на Земле с сушей. Материки от древней планеты. Есть и на втором крупном обломке в Венере. 90% Венеры покрыты базальтовой лавой и лишь 10% в материке. Фото номер пять. Кора древней планеты на Венере. Сверху Земля Иштар. Ниже и правее Земля Афродиты. Фото номер шесть. Венера, Земля Иштар. Площадь составляет 8,5 миллионов квадратных километров, что немного больше площади Австралии. Фото номер семь. Венера. Земля Афродиты. Ее площадь 29 миллионов квадратных километров, примерно равна площади Африки. Обломки древней планеты. Четыре крупных обломка древней планеты выбрасываются на внутренние по отношению к Юпитеру орбиты. Фото номер восемь. Четыре самых крупных обломка древней планеты. Земля 47,8%. Венера 39%, Марс 5,1%. Меркурий 2,6%. Вместе 94,5% древней планеты. Остальные обломки древней планеты 5,5% разбрасываются по всей Солнечной системе. Фото номер девять. Крупные обломки древней планеты. Это не планеты. Некоторые обломки захватываются газовыми гигантами. Фото номер десять. Крупные обломки древней планеты, оставшиеся на орбите Юпитера. Калистро, Ганимед, Европа и Ио. Некоторые падают на газовые гиганты, и Солнце исчезает бесследно. Фото номер одиннадцать. След от падения астероида на Юпитер. Фото номер двенадцать. Ударный кратер на Юпитере, оставленный падением кометы D-1993-F2. Шумейкеров, Леви. Мелкие осколки древней планеты видны как кольца, которые есть у всех четырех газовых гигантов. Фото номер тринадцать. Кольца Сатурна. Мелкие обломки древней планеты. Некоторые обломки древней планеты летают на собственных орбитах вокруг Солнца. Главный поезд астероидов состоит из четырех крупных обломков древней планеты. Церера, Веста, Паллада, Гигея и огромного множества мелких камней трех типов, что указывает на вероятность их происхождения из трех более крупных обломков. Фото четырнадцать. Главный поезд астероидов, раздробление трех мелких обломков древней планеты. Фото пятнадцать. Астероид двести сорок третий Ида. Пятьдесят девять и восемь километров. Обломок древней планеты. Фото шестнадцать. Астероид Итокова. Ноль целых тридцать три километра. Обломок древней планеты. Фото семнадцать. Астероиды называются кометами, если пролетают близко к Солнцу. Испаряют газ и воду, которые остаются за ним шлейфом в сторону от Солнца. Фото номер восемнадцать. Сравнительный размер кометы. Четыре один километров. Чурюмов-Герасименко. Мелкие обломки падают на крупные, покрывая всю поверхность сплошным ковром из кратеров и пыли. Фото номер девятнадцать. Фобос. Спутник Марса. В кратерах от мелких обломков разрушены древние планеты. Фото номер двадцать. На Землю мелкие обломки древней планеты падают как пыль, и как метеориты, сгорая в атмосфере. Фото двадцать один. След в атмосфере от Челябинского метеорита. Россия. Или как астероиды, если долетают и оставляют кратеры. Фото двадцать два. Кратер астероида 1,2 километра. Штат Аризона, США. Возраст 30 тысяч лет. Вид сверху. То же самое, только вид сбоку. Много мелких обломков древней планеты содержится в поясе Копера. В двадцать раз больше, чем в главном поясе астероидов, что составляет 0,48 от массы древней планеты. Фото двадцать четыре. Пояс Копера. Суммарный вес обломков минимум 0,48 от массы древней планеты. Максимум 4,8 древней планеты. По весу почти как Марс. Второе. Появление Земли. От сильной гравитации газового гиганта. Древняя планета разломилась пополам. Обломки округлились под воздействием силы гравитации. Фото номер двадцать пять. Огромная дыра в теле Земли затягивается в западной части Тихого океана. Жидкая магма встречается здесь со всех направлений. Эта часть Тихого океана усеяна множеством подводных вулканов. Некоторые вулканы создают новую сушу. Не материковую. Фото номер двадцать. Вулканические острова Гавайи. Тихий океан. Каждому знакомый эффект. Когда вращаешься с расставленной стороны руками. Затем прижимаешь руки к телу, частота вращения возрастает. Такой же эффект применим к планете. Диаметр Земли стал меньше. В результате линейная скорость движения коры оказалась выше, чем у жидкого ядра. И кора движется некоторое время быстрее ядра, оставляя параллельные полосы нановь образовавшейся поверхности базальтового дна. Фото номер двадцать семь. Проскальзывание коры относительно магмы при разрушении древней планеты. Фото двадцать восемь. Проскальзывание коры относительно магмы при разрушении древней планеты. Из-за трения о базальтовой ложе и от деформации, единая плита лопнула и от линии разлома континенты Африка-Евразия уходит дальше по вращению планеты, чем Северная и Южная Америки. Расстояние увеличилось в считанные дни и было вдвое меньше современного. Континенты толщина 35 километров после разрушения цельной плиты погружаются в базальтую магму на 30 километров медленно. На полное погружение могло уйти сотни лет. Вода океана, доставшаяся Земле, сливается с континентов на базальтую магму. На поверхности континентов остаются мелководные моря, до тех пор, пока реки не пробьют путь к океану. В итоге все моря сливаются в океан, кроме Каспийского, жизнь сохранилась только в воде. Погружение континентов в базальтую магму приостановилось, когда до верхнего уровня градинной коры осталось всего 5 километров. 4 километра высоты материковых плит, затопленные водой океана. Континенты возвышаются над океаном меньше, чем на 1 километр в среднем. Фото номер 29. Разбегание континентов на Земле после разрушения древней планеты. Атлантический океан. Погружение континентов в базальтовую магму. В акватории Тихого океана базальтовая магма поднялась точно так же, как в акватории Атлантического океана. С одним отличием, акватория Атлантического океана в дальнейшем расширяется по срединно-океаническому хребту. Акватория Тихого океана со всех сторон продолжает сжиматься, вследствие чего на границах с континентами образуются глубоководные океанические желоба. Фото номер 30. Глубоководный желоб по периметру Тихого океана. Западная кромка Северной и Южной Америки сминается в стадии разрушения древней планеты от приливных волн, проходивших по всей планете из-за мощной гравитации планеты гиганта и вращения древней планеты. Края лопнувшей коры то расходятся, то ударяются друг о друга. Так образовались горы. Фото номер 31. Северные кордильеры Северная Америка и Южные кордильеры Анды Южная Америка. Фото 32. Кордильеры Северной Америки. Смятая материковая плита древней планеты. Фото 33. Вид самолета. Южные кордильеры Анды Южная Америка. Смятая материковая плита древней планеты. Те континенты, что ударились о Северную и Южную Америке со стороны кордильер на Земле отсутствуют. Их нет на Земле. Утеряны в процессе разрушения древней планеты уже после разрушения древней планеты на Земле. Во время ее округления и быстрой фазы дрейфа континентов сталкиваются части расколовшейся плиты Индостан и Азия. Сминается азиатская плита, оказавшаяся выше над плитой Индостана. Под Гималайом и Тибетом. Толщина гранитной коры двойная до 70 километров. Фото номер 36. Гималай и Тибет. Смятие материковых плит после разрушения древней планеты. Архимедова сила базальтовая магма приподнимает удвоенную гранитную кору над уровнем мирового океана сильнее, чем одинарную. Образуются самые высокие горы планеты. Фото номер 37. Гималайя. Смятая материковая плита древней планеты. Фото номер 39. Тибет. Смятая материковая плита древней планеты. Тибетская Нагорье. Африканская плита вдавливается под Евразию. Появляется Иранская Нагорье. Горы Апенины, Карпаты, Атлас. Африканская плита лопается от деформации. Ее обломок Аравийский полуостров. Отделяется от Африки. Глубокой трещиной. Красное море. В Африканской плите появляются трещины, по линии которых происходит деформация плиты. Эфиопская Нагорье. Горы Митумба. Горы Мучинга. Аравийский полуостров Иранской Нагорье. Фото номер 41. Горы не растут, а только уменьшаются. Точные приборы навигации фиксируют рост высоты гор Альп, Кордильер и Гималаев. Это рост видимость. Истина не является. Каждые 20 930 лет земля замерзает на 5 тысяч лет. На полюсах нарастают тяжелые ледники. На высоких горах тоже нарастают тяжелые ледники. Своим весом они вжимают континентальную плиту в магму. Когда ледники тают, континенты медленно всплывают. Это всплытие и фиксирует приборы. А люди интерпретируют всплытие как рост гор. Третье. Материки с древней планеты. Сухой континент. Земля как планета появляется после разрушения древней планеты. И только теперь начинается отчет времени ее существования. На поверхности базальтовой магмы плавают остатки коры древней планеты. Материки это 35 километров гранитной подложки над вновь образовавшимся базальтовым дном. Слой гранита всего несколько километров. 2-7 километра. Остальная гранитная плита была оторвана и потеряна для планеты. Гранитный слой над базальтовым дном океана сформировался заново. Он не такой, как под континентами. Потому что условия его формирования другие. Осадочный слой на дне океана тоже формируется заново. Из материала смытого водой океана с континентов. Материала подводных вулканических извержений. 15 кубических километров в год. Из твердого выноса рек. 6 кубических километров в год. Фото номер 42. Тонкий слой гранита над базальтом океанического дна формируется заново. Доставшаяся земле вода соленого океана сливается в промежуток между континентами, образуя единый мировой океан земли. Единый мировой океан на земле – то, что осталось от океана древней планеты. Появляется суша, которой не было на древней планете. Вся поверхность континентов земли была дном океана на древней планете. Вся! Мы живем на дне океана древней планеты. И только теперь осадки и спарившиеся воды начинают выпадать не только на океан, но и на сушу, приводя к эрозии поверхности континентальных плит. То есть к эрозии осадочного чехла на дне океана древней планеты. А на этом, дорогие друзья, первая часть о происхождении земли закончилась. Начало мы узнали. Остальные части я вам скажу очень интересные, дорогие друзья. И рекомендую и советую все-таки дождаться второй части, также третьей части. Ну и как обычно остальных и поверьте будет очень интересно и познавательно. А на этом я думаю заканчивать этот видеоролик на сегодня. Следующие части будут выходить каждый день. И надеюсь вам это видео понравилось и было полезным. А на этом все. Всем до новых встреч!